На Псалом 108, начальнику хора Псалом Давида. Боже, хвалы моей, не примолчи, ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные, говорят со мной языком и лживым. Отовсюду окружает меня словами ненависти, вооружается против меня беспричины. За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь. Воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью. Поставь над ним нечестивого, и дьявол достанет одесную его. Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех. Да будут дни его краткие, достоинства его да возьмет другой. Дети его да будут сиротами, жена его вдовою. Да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих. Да захватят заимодавец все, что есть у него, и чужие да расхитят труд его. Здесь нам нужна великая внимательность, потому что сказанные слова при одном их произношении и с первого взгляда смущает многих из невнимательных. Весь этот псалом наполнен проклятиями. Вся речь проникнута ими и обнаруживает в говорящем сильный и пламенный гнев, который не останавливается на самом нечестивце, но простирает наказание и на детей, и на отца, и на мать его, и не довольствуется одним несчастьем, но прилагает бедствие к бедствиям. В самом деле, посмотри, чего он просит. Подставь над ним грешную, и дьявол достанет одесну его. То есть пусть будут обвинители мою, люди порочные и коварные, и пусть он не преодолеет их. Это и значит, когда будет судиться, да будет осужден. Недовольствуется и этим наказанием, но при таком осуждении просит еще, чтобы кто-нибудь другой получил после него честь его, и достоинство его, говорит, да примет другой. Не останавливается и на этом, но заграждая для него единственную оставшуюся пристань, прося, чтобы он не удостоился никакой милости от Бога. И молитва его, говорит, да будет в грех. Притом просит, чтобы он подвергся преждевременной смерти, да будут, говорит, дни его малы. Не останавливается и здесь, хотя и этого было бы достаточно, но еще продолжает, в душе весьма воспоминившейся, свойственно не удовлетворяться одним или двумя наказаниями, но просить столь многих. Следующее затем еще более тяжко. Просит сиротства и вдовства, остающимся после него. Хотя по смерти его это необходимо должно случиться, но пылая гневом полагает это в роду проклятий. Не останавливается и на сиротстве, но и после таких бедствий простирается далее. Увеличивает бремя, просит, чтобы потомки его были изгнальниками, переселенцами, и чтобы не находили места, и чтобы просили из развалин своих. То есть пусть блуждают, не останавливаясь, пусть не имеют даже необходимой вещи, не перестают переходить с места на место, будучи гонимы и преследуемы по всей земле, и нигде не находя себе места для пристанища. Вместе с этим просит им нищеты, нищетик крайней и невыносимой, так, чтобы они не получали помощи даже от родных, но скитаясь искали ее у иноплеменников и незнакомых. И послушай, как выражает это, сказав, «Да будут сыны его дети сиротами и жена его вдовою, да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих, да захватят заимодавец все, что есть у него и чужие, да расхитят труд его. Это новый вид несчастья, чтобы имуществу его было предано расхищению, чтобы он подвергался нападениям заимодавцев, переносил всякого рода оскорбления, и что всего тяжелее, среди таких бедствий не имел защитника, так как и этого просит, да не будет, говорит, заступника. Несчастье и сами по себе невыносимо, но когда нет и защитника, тогда они еще более тяжкие». «Да не будет, милующих сирот его, о, какой великий гнев, когда и преждевременное сиротство не находит в себе сострадания, и не только сострадание, но еще аж суждается на крайней гибель, да будет потомство его на погибель, и да изгладится и на их следующем роде. Видишь ли речь, исполненную гневой, ничем не останавливающейся? Просит, чтобы они жили в развальных и разнообразных несчастьях, что преданы были всякого рода бедствием и погибли в неизвестности. И как бы недостаточно было несчастья детей его, прибавляет еще. «Да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да не изгладится. Да будут они всегда в очах Господа, и да истребит он память их на земле». Это особенно свойственно гневу, раскрывать подробно несчастья, о которых сказано вообще, и часто повторять одно и то же. Сказав, да воспомянется беззаконие, отцов его прибавляет и не очистится. Хотя это одно и то же, но гнев пробудил сказать и то, и другое. А смысл этих слов следующий. «Умертви его, убей, уничтожь». Видишь ли, какое множество проклятий. Если хочешь и опять, сначала перечислю их. Пусть, говорит, попадет он к злым людям, будет обвинен, предан в них власть, осужден, подвергнется преждевременной смерти, лишится чести и увидит, что она перешла не к потомкам его, но к кому-нибудь чужому. Пусть жена его погибнет, и дети терпят бедствие и сиротство, проводят жизнь в нищенстве, будут осуждены и отовсюду изгоняемы, не имеют никакого защитника, будут лишены и благоволения Божие, не находя себе никакого ни пристанища, ни убежища. Пусть изгладится имя его с земли, и погибнет он в неизвестности. Пусть и отец, и мать его будут наказаны за грехи свои и погибнут несчастными злополучным образом. 275. Все вышесказанное не поражает ли слушателя? Хочешь ли узнать, кто этот человек так осуждаемый? Если мы слышим, что какого-то человека порицают, спрашиваем у присутствующих, о ком это говорится, то тем более слышать такие проклятия от пророка необходимо узнать, и узнать со страхом и сокрушенным сердцем, кто этот человек, подвергшийся столь сильному гневу, так огорчивший Святого Духа, что об нем говорится столько и таких страшных бедствий. Поэтому, если угодно, прочитаем опять этот псалом с самого начала, с великим вниманием. Не шумите. Я буду изъяснять его со всей тщательностью, сколько могу. Предмет исследований немаловажен. И, во-первых, почему, когда осуждается сам согрешивший, наказываются вместе с ним и дети, и жена, и родители? Во-вторых, кто этот подвергающийся проклятию? В-третьих, каким образом верховный из апостолов доказывает, что этот псалом относится к Иуде, или лучше не весь псалом, а часть псалма? Ибо написано в книге псалмов, «Да будет двор его пус, да не будет живущего в шатрах его, и достоинство его, епископство, да примет другой». Деяние 1.20. Здесь опять представляется нам другой вопрос, так как не все это написано в настоящем псалме, потому он и указал не на один псалом, а на целую книгу. Именно слова «Да будет дом его пус» находятся в другом псалме. Псалом 68.26. А в этом достоинство его допримет другой. Но Петр соединил то и другое в одно свидетельство. Так и Павел часто поступает. Например, когда говорит, «Придет от Сиона Избавитель отвратить нечестие от Иакова, и вот им от меня завет, когда от ему грехи их». Римлянам 11.26. Что же скажет кто-нибудь? Вышесказано, есть пророчество или проклятие? Пророчество в виде проклятия. Тоже мы можем находить в других местах. Кто же сделал и Иаков? Так как слушателей нужно вразумлять тем, что случилось с другими, то многие пророчества составлены так, чтобы самым образом выражение увеличить страх в обществе. В самом деле, не одно и то же сказать, что такое-то пострадает так и так, или произнести то же самое в виде гнева и негодования. А что я говорю не без оснований, объясню вам это пророческими изречениями. Когда Иаков готовился умереть, то сказал сыновьям своим «соберитесь», и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Бытие 49.1. И намереваясь пророчествовать, с самого начала как бы воспламеняется гневом, и начинает пророчество с проклятия. Рувим говорит «Ты первенец мой, крепость моя и начаток силы моей. И вот ты бушевал, как вода, в виде проклятия предсказывая будущий его погибель. Он же, говоря о благах, произносит в виде молитвы «Да даст тебе, Иосифу, от росы небесной и от тука земли». Хотя и это есть пророчество. Но очевидно, что все это происходит не о человеческой страсти. То же самое сделает и с Ханааном. Дед его будет, говорит, Ханаан – раб его. Дабы ты знал, что Бог, защищающий обижаемых, наказывает обижающих. И Христос употребил тот же образ речи, призывая к себе людей под видом пророчества и сетования, говоря «Горе, говорит он тебе, Харазин, горе тебе, Весаида и еще». Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков. О ком же говорит Псалум? О части о Биуде пророчествовал здесь дух через Давида, а в остальной части о других. Пророчество бывает и в таком виде. Мы неоднократно увидим такой состав Псалма, что начало его относится к одному лицу, а остальное – к другому. Вашесказанное можно видеть из другого места. Когда иудеи вступили в землю обетованную, то сын Навинов получил повеление от Бога разделить 12 колен на 12 частей и произнести отчасти благословение, а отчасти проклятие. Эти благословения и проклятие были предсказанием будущего. Проклятый, говорил он, в городе и в поле. Второзаконие 28.16. И бесчисленные подобные проклятия, касающиеся колен, составили длинную речь. Тоже можно сказать и здесь. То есть под видом проклятия составлено пророчество, которое означает и предвозвещает событие, имеющее случиться с Иудою. А потом касается и другого предмета. Именно, говорит против некоторых людей, восстающих на священство. Чтобы мы знали, какое великое зло восставать на священников Божиих и употреблять против них коварство и неправду. Сказанное здесь есть не что иное, как внушение, что постигнет тех, которые обижают ближних и восстают с коварством и злобой против людей, не сделавших ничего худого. Если же псалмопевис просит, чтобы и дети его были наказаны, не смущайся этим, возлюбленный. Детьми он называет здесь тех, которые сами участвуют в пороках таких людей. Писание часто называет детьми и сынов по естественному родству и соучастников нечестия. Хотя бы они и не были естественными сынами, как, например, когда говорит «Вы дети дьявола». Хотя иудеи не были сынами дьявола по природе, как обреченные плотью могли быть сынами бесплотного. Однако ж по участию в нечестии они вступили в родство с ним, потому оно называет их чуждыми для Авраама. А если, говорит, были бы вы дети Авраама, то дела Авраама делали бы. А что сын не наказывается за отца, а равно как и отец за сына, это всякому известно. И в законе сказано об этом, разве когда отец худо воспитывал сына. Но и тогда он наказывается не за сына, а за собственное нерадение, как, например, Ильи. Если угодно, то повторим этот псалом сначала. Он говорит так. «Боже, хвалы моей, не примолчи!» Видишь ли сильную злобу? Видишь ли коварный замысел? Видишь ли злоумышленников? Бога особенно прогневляет и то, когда грешник делает зло с намерением, с умыслом и с великим усилием. Иное, когда кто пал по увлечению и обольщению, иное, когда кто совершает зло, сделает как бы делая иное. И это величайшее преступление, когда злоумышляет против того, кто сам не злоумышляет. Сказав, вместо его, его отвержесть на меня уста нечестивой, уста коварной, говорят со мной языком лживым, псаломопеис выражает не что иное, как то, что благодетелю, который достоин любви, которому следовало воздавать добром, они воздавали противным. За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь. Видишь ли, любомудрие, видишь ли смирение, видишь ли кротость, видишь ли благоговение души. Я не вооружался, говорит он, не вступал в борьбу, но прибегал к тебе, призывал твою помощь и твое содействие. Это сильнейшее оружие и непобедимое заступление. Далее, сказав об Иуде, как он сам себя подверг осуждению, произнес сам на себя смертный приговор, как удавился, как апостольство его перешло к другому, он опять обращается к прежнему предмету. Таково свойство пророчества, что в нем иногда прерывается речь, вносятся другие события, и по изложению его опять делается обращение к первому, к прежнему. А прикровенно было это пророчество по причине неблагодарности иудеев. Оно указывает, как я прежде сказал, на некоторого человека, злоумышлявшего против священства, после времени возвращения иудеев из-за вилонского плена. Любознательнейшим это известно из истории. Ему-то псалмопевец предсказывает великие бедствия и лишения защитников, просит, чтобы для него было заграждено всякое прибежище, чтобы ему не было оказывано никакого долготерпения, ни сострадания, ни прощения. Это, по-видимому, есть проклятие, как я выше сказал. И не перестану часто говорить. Но на самом деле есть пророчество, показывающее, как гневается Бог, когда злоумышляет против священства. Потом он подробно излагает бедствие и говорит, стих 16, «За то, что не думал оказывать милость, но преследовал человека бедного и нищего, и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его. Это крайняя жестокость, великое бесчеловечие, когда кто-нибудь не только злоумышляет, но злоумышляет против того, кто может преклонить на милость и возбудить сострадание. Такой человек дошел до зверской свирепости и даже сделался хуже. Зверям свойственна свирепость по природе, а он, будучи одарен умом, предал свое благородство пороку. И звери показывает некоторую приязнь и кротость к одноплеменным и однородным с ними, а эти люди не постыдили даже единство природы. Но того, кого следовало бы миловать, поддерживать и одобрять, они отогнали и отвергли. «Ты возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него». Так как псалмопевец просил ему много бедствий, то показывает, что начало и причина их не в ком-нибудь другом, а в нем самом, своими делами отвергшим помощь Божией, навлекшим на себя гнев Божий. Да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода во внутренность его и как елей в кости его. Здесь показывается сила наказания и продолжительность мучения. И вместе внушается, что бедствие у всех людей происходит от них самих, от собственной их вины, когда они своими делами и поступками сами отвергают добро и сами себя подвергают наказанием. Да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым всегда опоясывается. Говорит так, чтобы показать неизреченный гнев Божий, который постигнет таких людей. Смысл этих слов следующий. Бедствие так охватит их, что не будет никакой перемены, но прильнут к ним и останутся при них постоянно. Далее внушает, что Бог наказывает нечестие, исправляет порог, и что такой приговор пойдет не на одного только этого грешника, но и на всех виновных. В том же прибавляет таково возмездие, оболгающим меня пред Господом, и таково наказание, таков суд, восстающим, злоумышляющим, вразующим против меня, и говорящих, лукавая на душу мою. Следовательно, из-за слова полагается наказание, и наказание жесточайшее. Остачайшее. 279. Окончив речь об этом, он опять прибегает к Богу и спрашивает его заступление. Не останавливается на наказании злоумышленников, но желая показать, что страждущий имеет мстителя за наносимые обиды и получает великое заступление, присовокупляет, со мной же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего, ибо благо милость Твоя. «Спаси меня!» Посмотри на его признательность, посмотри на смиренно-мудрее. Хотя он имел достаточную причину к исправлению, к испрашиванию заступления в самом своем страдании, так как из многих мест Писания можно видеть, что страждущий и несправедливый от людей имеет великое дерзновение к испрашению себе помощи от Бога. Но он, не указывая на это, прибегает к одному человеколюбию Божию и говорит, «Сотвори со мною ради имени Твоего, твори, ибо благо милость Твоя спаси меня ради Тебя самого, ради того, что Ты человеколюбивый милостив, поэтому и присовокупляет. Как благо милость Твоя!» Сказал Он, «Как благо милость Твоя!» У людей милость часто бывает не такова, но иногда служит и ко вреду, и погибели. А у Бога всегда польза, ибо я беден и нищ, сердце мое уязвлено во мне. Спаси меня! Видишь ли, что Он опять просит спасти его не как достойного, не как праведного, но как совершенно изнуренного, как измученного, как претерпевшего бесчисленные бедствия. «Я исчезаю, как уклоняющаяся тень, гонят меня, как саранчу». Такова сила бедствия. Они не только разрушают тело, но возмущают и душу. Гонят меня, как саранчу, изображают силу коварства злоумышленников, невыразимую злобу и ту деятельность, которую сам Он показывал в таких обстоятельствах. Колено мое изнемогли от поста, и тело мое лишилось сука. Видишь ли, какое Он употреблял оружие против козни и злобы на Него. Я стал для них посмешищем, увидев меня, кивает головами. Таковы суждения порочных. Они не только не отступают, когда видят, что праведник противопоставляет им благочестие, но и порицают, насмехаются, поносят. Что же Он? Он прибегает к непобедимой помощи и непреодолимой защите. Помоги мне, Господи Боже мой, спаси меня по милости Твоей. Да познает, что это Твоя рука и что Ты, Господи, соделал это. Что значит Твоя рука? Твоя помощь, Твоя защита. Я хочу не только спастись, но так, чтобы и они знали, кем я спасен, дабы иметь мне двойной трофей, двойной венец, высшую славу. Они проклинают, а Ты благослови. Они восстают, но да будут постыжены. Раб же Твой, да возрадуется. Здесь Он научает слушателя любомудрию, показывая, что хотя бы люди предавали праведника бесчисленным проклятиям, а от них не будет ему никакого вреда, потому что Бог благословляет его, и на них же самих обратится стыд и бесчестие. Раб же Твой, да возрадится о Тебе. Хорошо сказал, но о Тебе. Выражаешь, что это радость оттуда же, откуда подаются блага. Ничто, говорит прискорбное, уже не может смутить меня, когда у меня будет пребывать радость, происходящая от Тебя. Да облекутся противники мои бесчестием и как одеждою покроются стыдом своим. Смотри, как Он просит еще, чтобы они были не только подвергнуты наказанию, но и стыду, и бесчестие, чтобы это послужило для них уроком к исправлению и поводом к перемене на лучшее. И я громко буду устами моими славей Господа среди множества пославлять Его ибо Господь стоит одесную бедного, чтобы спасти Его от судящих душу Его. Воздаяние за свое, это Он за все, Он посылает Богу словословие, благодарение, хвалу, возвещает перед всеми дела Его, становится среди всех проповедником дарованных Ему благ. Это и есть жертва. Это приношение, чтобы хранить всегда в памяти благодеяния Божия. Запечатлевать их в уме, проповедовать устами, делать многих служителями благодеяния Его. Таким образом, и принявший благодеяние получит воздаяние за благодарность свою и удостоится от Бога еще большей милости, и слушающий сделается более ревностными от случившегося с другими, и благодеяние, оказанное другим, сделается для них величайшим побуждением к прииспианию в добродетели.